Здание бывшего санатория «Солнышко» на Карла Маркса, 12, собираются передать из федеральной собственности в муниципальную. Сейчас там размещается 44-й детский сад, здание которого ремонтируют. Взамен город передает в федеральную собственность пустующее здание бывшего профтехобразования Назернова, 26. Этот вопрос подняли на заседании Городской думы. Депутаты приняли положительное решение. После возвращения 44-го сада в родные стены в «Солнышке» откроют 6 групп дошкольного образования компенсирующей направленности. Также депутаты рассмотрели внесение изменений в бюджет Сарова. Они касались безвозмездных поступлений из бюджета в других уровней. Доходную часть мы увеличиваем на 966 млн 589 тысяч рублей, а расходную часть увеличиваем на 911 млн 689 тысяч. То есть на 54 млн 900 мы уменьшаем муниципальный долг. Уменьшение муниципального долга и дефицита бюджета связано с соглашением о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов. То есть объем муниципального долга не может превышать 40% собственных доходов. Любовь Маркова подробнее остановилась на изменениях, которые касались этого года. Увеличение идет по инженерной и транспортной инфраструктуре, малоэтажной застройке для многодетных семей по улице Нижегородской. Увеличение идет за счет областного бюджета. Это на 2019 год 40 млн 645 тысяч. И средства местного бюджета в объеме 13 млн 548 тысяч. Увеличение объема расходов идет и по программе образования. Деньги выделены на строительство школы на 600 мест на улице Зорге. По программе городского хозяйства уменьшаются расходы на благоустройство микрорайона 15 из-за несостоявшихся торгов. Также средства предусмотрены на реконструкцию очистных сооружений. Депутаты утвердили предложенные изменения. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.